итак сам проект с вами добкой и мы начинаем играть за сша но не просто ванилу а в кайзер райт в мире в котором германия победила соответственно какой контент есть у сша сша обязательно происходит гражданская война причем в ней может быть как две стороны так и 4 то есть от 2 до 4 но мы уже знаем за кого мы будем играть соответственно здесь никаких фокусов на это нету но мы будем играть за коммунистическую партию здесь социалистической извините ваниль это было бы коммунистическая соответственно за синдика листов с лидера партии джеком ридом то есть здесь будут выборы и мы постараемся привести именно его таким образом мы конечно ночная война на четыре стороны но так будет даже веселее пока особо ничего не будет так что перейдем к ивентам собственно говоря по фору у нас здесь очень великая депрессия фактически у нас фабрики почти не производят ничего скоро там будет черный понедельник по моему и реально будет ноль процентов и мы пытаемся вести бил чтобы как-то жить нашу экономику и следует будет у нас будут у нас выборы в россии тем временем корнилов приходит к власти смотря на то что исторический фокус выключен это происходит очень часто вот лонг рид требует поправок лонг это как раз таки что-то вроде авторитарных это вода америка прежде всего авторитарная партия хотя здесь есть и других ты более авторитарной более страшные так сенатор нарушает обещание вот она черный понедельник мы поддерживаем конечно же с делом к прогресса с по чтобы помочь нашей будущей стороне вот он черный понедельник ударят по америке и коалиции мы не создаем демократов и у нас ничего не производится вообще моя идея в том чтобы чуть-чуть построить военных заводов как где смогу на сейчас фокусы потихоньку подходят так революция на кубе мы не вмешиваемся и мы пробуем провести бил он проходит это конечно приятно это поубирает нам дебафов частично а значит что мы сможем себе построить военных заводов на территориях которые будут в будущем как раз таки под нашим контролем время начала гражданской войны позиции краски синдикалистов это именно здесь здесь у нас на юге америка превыше всего и на западе демократия а примерно в центре авторитарная силы под маг артуром куча дистантов происходит не сильно интересных что-то нет но мы движемся вперед так вот эти ивенты по фокусам у нас здесь усиление артикалов коммунистам это помогает штаб нам важно расположить краски то что поможет спа вот контроль спа будет увеличен то что нам собственно говоря и нужно мы будем двигать все ивенты в сторону спа вот спа пробивается в конгресс выбора в вашингтоне и вы конечно же помогаем спа здесь америка превыше всего либо демократы особой без разницы наверное скорее даже в америку превыше всего поможем демократы все-таки достаточно сильные потом будут мне к тому же интересно как работает так если мы спа винат то спа получает политического значит мы помогаем как это работает если я удалю все войска то этот так остается как раз таки за макартером но мы создаем новый так как у стариков эти поможем соответственно на нашем новом итоге как как это работает у старого тега эти войска тоже удаляться получается или там будут просто созданы новые интересный вопрос но принципе я думаю мы без каких-то будут сможем без проблем победить войне опять ивент опять помогаем спа собственно говоря спа на подъеме у нас прямо как нам это и надо потому что мы следуем все обычную здесь вас есть варианты чтобы построить на самом деле без разницы потому что у нас будет новый лейк выделиться страна и мы на ней пересядем вот очередной ивент и очередной раз мы даем контроль к спа собственно говоря закончили мы фокусы депрессия у нас еще есть конечно но что поделать и мы берем вот этот фокус теперь с канадой чтобы ухудшить отношения с канады и потенциально я думаю посрать этим будущем штатам не нашей стороны что все в принципе фокусы что мы можем исследовать это все останется у другой стороны не у нас вот и подошли выборы собственно говоря спа мы приводим к власти вот у нас джек рид и мы готовимся уже потихоньку к войне в скобочках выделиться новая страна и мы будем готовиться уже на ней как у нас открылся фокус президента рид благодаря ивенту и мы убиваемся территорию и мы сразу делаем удар по лангистам чтобы отбить себе территорию еще на юге возможно хотя не уверена вроде вроде бы это так работает лично бываем и лишаем власти какой-то но фокусов у нас пока не то ждем поговорю лица об и вот подходят и винты на собственно говоря гражданскую войну полиция отказывается есть приказы нет моя сражается стал параллельно там в мире начать что так балканская война здесь война в испании тоже этот кредитанская война все в принципе как обычно вот он марш марк марк артера и мы переходим за с по перна перна вот наша страна сразу стоит начать делать ополчение здесь можно рекрутировать ополчение в провинции это бы сразу же делать и будем и нужно распределить наше производство этим я займусь сейчас как я распределила нам военные заводы вот так и будем строить тяжелые крейсеры и подлодки сейчас на слота нет она нам доедет еще есть насколько армия тоже стоит реорганизовать но это еще не вся наша армия в том смысле что у нас еще он доедет точнее мы еще поднимем себе повстанцев а территории еще поменяется так что пока их куда-то определять рано вот и прибыли наши корабли собственно говоря флот на самом деле небольшой но вполне себе полезный потому что здесь выездки достаточно часто происходит вот мы по ивентам и захватываем все штаты дополнительные собственно говоря примерно вот так вот мы будем выглядеть кроме новой англии как подходит уже время штат распределись немного по-другому мне так редко вижу по центру нас вообще нету макартура здесь полностью только тихоокеанский американский союз штатов а на стоке можете видеть новая англия вообще перешла к макартуру тоже очень редкое развитие событий нам сейчас самое главное будет сейчас побольше добровольцев поднимать промышленность перевести военные в промышленность и начать уже нормально воевать нам очень много поддержки трое на самом деле стоит сделать вот так и вот так даже можно сделать вообще вот так чтобы быстрее конвоев начать строить и быстрее нам могли помогать здесь потому что ситуация неприятная добро и точнее не добровольца оплачение здесь поднялась нужно срочно его отправлять на восток нам нужно что-то даже наверное не сюда на восток а вот сюда на восток отбить быстрее на в англию и затем уже заниматься здесь потому что здесь я вот начал еще новых оплаченцев рекрутировать и промышленно здесь переводить военную кроме того я тут флот наш увил из доков и он пока справляется неплохо у нас здесь в принципе 10 подлодок есть цветы им поставить так наверное и вот так а этот флот ищет непосредственно чужие флоты и в принципе я думаю наш флот более-менее боеспособный у нас неплохая битва я подозреваю что мы потопаем да все эти корабли практически кто-то успел уйти теперь наш лодок сюда подключиться и здесь мы тоже должны разбить плод параллельно тут у нас еще все готовится да они отступают но мы вдогонку им отправляем снаряда и в принципе кого-то топим очень неплохо получается почему и потеряет подлодок в подлодке заменяется быстро так пока состояние на фронте такого на западе у нас просто потихоньку удерживаются территории здесь конечно где-то они как будто готовы прорвать на самом деле дивизица сюда побегают и нормально на юге тем временем они были остановлены поиска макартура собственно говоря мы потихоньку будем переходить в наступление но перед этим мы ликвидируем новую агу и здесь у нас на этом фронте как вы можете видеть неплохое окружение получилось кроме того забавный факт у меня получилась нефть поэтому не пришлось импортировать я думаю когда мы отобьем карту ресурсов от объем техас станет попроще здесь у нас нефти немножко маловато и мы успешно здесь ликвидируем окружение параллельно войска могут уже начать просто копировать все территории вот мы уже практически ликвидировали это окружение западе тем временем мы чуть-чуть территории подздали буквально несколько провинции вот здесь здесь но здесь мы же выбиваем их обратно здесь же мы пока что ждем вот там пока что еще не готовы продолжаем ополчение поднимать и мы переводили уже неплохую часть военных заводов на точнее фабрик на военные заводы собственно говоря производства у нас уже пошло сейчас мы добьем новую англию и сможем перетянуть эти войска уже на юг учете то что про что я говорил пока мой флот ремонтируется после боев мы не потеряли тяжелых кораблей но потеряли очень много кораблей поддержки и соответственно без них без того как без каких-то отстроенных новых эсминцев я пока вводить этот флот не буду чтобы не потерять линкоры вот эта высадка собственно говоря сейчас эти войска мы перетянем не сюда а на высадку и выбросим их обратно в море а вот и ликвидация этой высадки здесь нас продолжают потихоньку давить но не сильно успешно но у нас уже щас будет освобождена целая армия а значит ситуация коренном стиле изменится сначала мы выбьем обычные авторитарные штаты про ленту с каких всякие венты на популярность штат популярность различных партий все таки здесь наша партия как бы состоит из трех можно сказать партий и можно в какую-то из них склонить но я просто выбираю в основном на стабильности политического власть так вот мы смогли как консолидировать свою страну выставить какие-то фронты у нас на западе здесь более-менее статичный фронт как бы до продвижение небольшое есть но это все минимально как можно видеть здесь мы даже чуть-чуть в их сторону продвинулись как будто да поля поиска провинции здесь конечно чуть-чуть побольше но все-таки и это их единственные штаты поэтому у них более сконцентрированные войска и с новой армией сейчас здесь мы сможем перевернуть ход событий тем более что промышленность наша начинает разворачиваться все быстрее и быстрее тут как можно видеть военных заводов не хватает так что на дистанции мы уже потихоньку их начинаем выигрывать вот поэтому я думаю на этой ноте можно серию закончить так что с вами был дубай подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны оставляйте лайки комментарии все как обычно до встречи в следующей серии